доброй ночи дорогие друзья и новые новости вас ждут сейчас сегодня отсутствовали в анапе пришли сообщения сносить деревьев дать потом мне сегодня прилетели сообщение о том что пока нас не было возле сибор юга разровняли площадку я туда вызвал инспектора природоохранного подтвердил что-то место разравнено и там какие-то опять плиты появились на песке кстати интересно попробовать в этот момент мне звонят наши доблестные стражи права порядка которые приглашают меня завтра и говорит давайте с вами увидимся в этом подпишите заявление ребятам дюна снесли давайте вы еще раз туда выйдете и как бы я завтра вам два заявления напишу приеду я отправил они говорят ну отправлять фотографии да хорошо отправил фотографии перезваниваю в общем участковые перестали брать трубку мою я попросил там вот только чтобы он тоже прозвонился но как вы понимаете тишина и спокойствие в нашем болотце потом мне прислали еще фотографии вообще тоже увидите на экране произошел еще один пробой примерно это дня на 34 назад вот только сейчас подписчики сообщили об этом одна из гостиниц пробила себе просто на сквозь дюны вот хотелось бы чтобы наша администрация поучаствовала в том чтобы написать заявление и на сибур юг за технику на пляже и расчистку дюн и на раз таки эту гостиницу которая пробила себе думаю не сложно будет найти так какой гостиницы конкретный проход ведет это возле технополиса эра не доезжая его со стороны она бы я завтра постараюсь выехать на эти места и показать все эти точки соприкосновения также появилась информация что фэски с пляжа уберут это на пляж который для отеля джимайки там организовывается площадь деревянных настилов будет уменьшена будут использовать какие-то винтовые свои ребят ни один природа охранной организации не подпишет никаких разрешений на обвинчивание в песок каких-то сварь пожалуйста используйте легкие конструкции как те которые использовали всегда если вы хотите получить голубые флаги вы просто откройте почитайте там всего лишь двадцать семь пунктов больше половины которые говорят об экологии о защите тех мест об экологическом образовании там все просто понимаете еще такого говорят есть рядышком есть какие-то природные места которые нуждаются в охране их оградить ни в коем случае не повреждать о них рассказывать и беречь понимаете беречь но самое стрёмное то что получил голубой флаг может только тогда когда достаточно очищены сточные воды которые попадают после очистных моря у нас на технокомплексе эра вывели трубу какую-то в море говорят что будет ливневую канализацию туда прогонять поглубже чтобы она уходила будем конечно верить что в технополисе только все с высокой степенью очистки но джамайка между прочим очень близко к вашему пляжу течение к вам будет идти то есть ваши люди будут купаться в этих сточных водах прям хреновая новость ну и а канализационных стоках анапа я вообще на может говорить бесконечно если у нас водоканал официально заявляет что около 90 тысяч кубов они успевают очищать сутки есть информация о том что около 140 тысяч потребления кубов в сутки в летний период идет в анапе куда еще там 50 60 70 тысяч кубов убиваются или как они попадают в море как у нас в анапе очищаются ливневые стоки вообще никак нет честных налиниевых стоков то есть какие голубых флагах может быть и речь то есть на сочинских пляжах там будут чтобы вы понимали да там отель стоит роял там как-то там называть у них там голубой флаг там у них там на весь кистят лавочки висят никаких там тотальных деревянных настилов хотя это и но хрещенебельный пляж да там есть бар мы никогда не были против бара на пляже которые вы сегодня поставили завтра убрали никаких то строений и уничтожения дюн можно было все сделать идеально вписать мы действительно приходили бы и сделали бы вам еще и просто супер рекламу о том что вас там самый классный пляж мусорки уборка камки это также прописано все в этих пунктах понимаете что такое пляж с голубым флаг просто откройте почитайте посмотрите там нет нигде что вы уничтожите природу сделайте все как вы захотите и вы получите голубой уже получили такой диссонанс бумаг людей что теперь люди никто не захотит никаких деревянных набережных а сегодня пока нас не было бы еще раз повторять информация в одном месте прям поймали трактор на пляж да то есть сфотографировали не знаю почему данный блогер не пошел там хотя бы просто пообщаться попросить уехать с пляжа или даже не вызвал полицию на место начал спрашивать это законно незаконно то есть нет это незаконно любой выезд техники на пляж не является законным как сказал прокурор не одна единица транспортного средства российской федерации не были не обладает разрешением для выезда на пляжной территории и пускай там заключается договора с рост рыболовством это все на решает природа охранный кодекс российской федерации запомните это раз и навсегда придется изучать законы и рассказывать для грамотности населения я еще раз попрошу дорогие пожалуйста подписчики жители города даже если вы меня ненавидите если вы где-то на пляже увидели технику которая уничтожает наше природное достояние наше природное богатство сообщите пожалуйста не оставайтесь равнодушным вас сейчас огромное количество на пляже если у вас какие-то знакомые есть те кто проживает и гуляет на пляже в анапе дайте им эту информацию попросите чтобы они делились есть со мной потому что по-другому мы не сможем спасти наши дюны и спасти наши пляжи это к сожалению будем очень сильно надеяться на то что все-таки в правильное русло обойдет ритм жизнь нашей администрации все-таки договора там где-то в калуарах да станут тем как перестанут существовать и настанут те времена когда для благоустройства будут использоваться настоящие проекты проекты экологические если вы что-то хотите реализовать на пляже на самом деле друзья мусорки и чистка уборка камки там если вам надо пару зонтиков пару там бар дождь туалет деревянные вот эти вот настилы можно даже аккуратно через дюду провожать чтобы ее не повреждать чтобы туда был доступ людям с ограниченным возможно никаких свайб ребят свайб это убийство наших пляж вас должен вообще кстати очень сильно напрячь опыт жемчужной россии с 85 года у меня завтра будет интервью с человеком который отслеживал все эти изменения потеря пляжей 50 метров ширины из-за того что установили две таблетки аэрарии были на бетонных сваях эти свои теперь море и я лично об них разрезал свои колени а сколько людей пострадало после меня и до меня вообще умалчивает историю и сейчас это все разрушается разваливается одна таблетка вообще в море стоит вот эти вышки спасательные не завалились то есть там не осталось ничего пожалуйста 50 метров пляжа это очень важно сохраняйте то что есть еще у нас для наших потомков это блин ну очень-очень надо и очень-очень этого сильно хочется в общем с вами был юрий озаровский продолжайте друзья писать потому что как заявили представители администрации так сказать это не это все то что до меня доходят наказание должны понести те люди но понесут они через процессуальные как сказать рычаги то есть заявление там все поданы должны пройти там проверки и найти виновных так сказать разрушение дю вот товарищ тракторист в этом заработали денег а вас могут трактор конфисковать вот подумайте о том что стоит ли ваш трактор того чтобы заработать там четыре тысячи за час работы просто подумайте может быть все таки других местах денежку подзарабатывать чтобы под новый закон то не попасть ведь не каждый будет участковый брать на себя очень много негатива со стороны людей да и все таки есть и служба собственной безопасности там первый второй раз на третий раз трактор на заберут а ой как многие сейчас захотят на мой пляж если почистить там еще чего-нибудь так что задумайтесь над этим просто еще раз говорю я не для себя больше я хочу чтобы наши пляжи оставались именно в том виде в котором мы сейчас есть не надо нам никаких там деревянных набереж я думаю уже почувствовали к чему это может привести и шемчужды россии пожалуйста тоже приглядите а то там уже начали бетонные столбы устанавливать это тоже совершенно незаконным действием с вами был юрий озаровский всем пока-пока надеюсь что информация была полезна и интересна и к сожалению очень грустная для меня уехать на один день просто из-за напы об этом узнали только в обед и тот же на тебя